Всем привет! Друзья, я последний месяц то и дело встречаю то на турецких, то на китайских сайтах рецепт битых баклажан. Мне так стало интересно и хочется сравнить с обычными. Чем же они отличаются? Попробуем! И сегодня нам понадобится 3 баклажана, 1 луковица, половина красного сладкого перца, острый перчик, пару зубчиков чеснока, 300 граммов фарша, стакан томатного сока, соль, черный перец, кориандр и немного зелени. Для чистоты эксперимента я буду накалывать только сверху один баклажан, чтобы все соки запечатались и остались внутри. Но вот так вот хорошо прокалю. Надрезаем баклажан не до конца. Два остальных баклажана хорошенько отобьем. Вот здесь, кстати, будет уместно вспомнить противного шефа, ну или косяк мужа. И вот так вот помедитируем хорошенько. Отбитый баклажан должен вот так хорошо прокатываться. Баклажаны стали прикольные и мягкие. Вообще предполагается, что эта процедура придаст им невероятную мягкость и они будут сочные. В общем, вот такие избитые практически баклажаны у меня получились. Сейчас я в холодную воду добавлю столовую ложку соли. И сюда же погружу баклажаны и разрезанный, вернее отбитый, и вот этот, который я наколола. Пусть побудут здесь в этом солевом растворе минут 15, пока мы будем заниматься фаршем. Для начинки я натираю лук на крупной терке. Добавляем фарш. Острый и сладкий перец, порезанный мелким кубиком. Чеснок, пропущенный через пресс. Соль. Кориандр. Черный перец. И зелень. Все хорошо перемешиваем. Друзья, баклажаны я уже отжала. И вот посмотрите, вот вам и первая выгода. Вот это битый баклажан, его можно еще немножко отжать, что я сейчас и сделаю. Но посмотрите, сколько места. Сюда поместится много фарша. А вот обычный баклажан. Сюда, конечно, ну совсем чуть-чуть фарша поместится. Мне прям, наверное, придется его отбить или нет. Все-таки оставлю для чистоты эксперимента. Фарш вот так примерно делим на три части. И заполняем баклажаны. Здесь, да, здесь хорошо. Остатки фарша, которые не вошли, а в баклажан наколоты очень мало фарша вошло. Я скатала вот такими тевтельками. И сюда же отправлю. Поливаем все томатным соком. И отправляем запекаться в духовку при температуре 180 градусов около 40 минут. Только сейчас поняла, что порции получаются огромные на самом деле. Достаем. О, все горячее. Я думаю, теперь совершенно точно понятно, для чего отбивать баклажаны. Посмотрите, сколько здесь фарша. И вот в этом кусочке. Тут намного. Ну, тут его практически нет. Это для любителей баклажан, а это для любителей мяса. Друзья мои, я уже попробовала. Отрезала от третьего баклажана кусочек. Мне очень понравилось. Единственное, что размеры действительно порции огромные. Поэтому я бы уже отбитый баклажан разрезала бы пополам и фаршировала бы половинками. Мне кажется, так будет намного вкуснее и удобнее кушать. Все, с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего вкусного.